я в авиакомпании в аэростане уже 9 лет из них 6 лет я работал в айти я закончил здесь университет по специальности радиотехника электроника и телекоммуникации и потом появилась вакансия в аэростане в халпдеске я поехал в алмату и там проработал 6 лет карьерный рост успешный был стал в конечном итоге аналитикам корпоративных приложений часто видел пилотов и командиров они говорят давай попробуем почему нет компьютеры там компьютеры здесь почему нет и я решил попробовать пройти все тесты ну пройду пройду не пройду не пройду и так я попал на программу обе ниши 14 16 месяцев я проучился и ввелся в пилот после этого 1 апреля будет год как я переехал обратно в астану домой и летаю уже здесь ну собственно говоря как только я вернулся с обучения обратно в алмату там у меня проходил первичный тренинг пилотства я понял что нужно как-то разгружаться вообще авиация это достаточно тяжелая процедурная сфера и нагрузка на пилотов очень высокая как-то нужно расслабляться разгружать своим мозг и вообще чем-то заниматься домом потому что есть положенный отдых который обязан быть но пил должен отдыхать я думаю почему бы нет почему бы не попробовать что-нибудь такое не технического характера и по мере обучения по мере работы в в качестве летчика я понял что мне некоторых не хватает инструментов или допустим органайзеров и я думаю блин а сделка если органайзер ну в частности чехол для паспорта купил какие-то инструменты у меня был отпуск я поехал в москву купил инструменты купил части кожи какие-то определенные сделал мне понравилось говорю вот смотрите они говорят вау классно типа где-то взял ну сам сделан не может быть я груда а дырки чем пробивал ну вот эти инструмент нити ну вот все руками стопроцентно стопроцентно ручная работа полностью весь процесс от начиная от нарезание заканчивая полировкой и так далее я в какой-то момент наткнулся на статью в интернете что кожевинное дело оно может быть начато за небольшие деньги достаточно короткие сроки оказалось что это совсем не так это все дорого по крайней мере материалы инструменты дешевые материалы очень дорогие и не получится это все начать за неделю или две вот я считаю год прошел я считаю что только год мне понравилось чтобы обучиться и более-менее хорошие изделия делать я думаю что для начала для себя там сделать обложку для паспорта или сделать для органа для ежедневника чехол ну 150 может быть еще идет это вот это вот самый минимум чтобы взять пробойники это взять там какие-то инструменты для нарезки тоже не ножницы не ножом же домашним резать и небольшой хороший участок кожи ну если на кожу сэкономить можно 120 выйти ну это прям совсем и это опять же максимально простое изделие просто свернул прошил и все смотрел ролики в youtube это самый самый главный источник в инстаграме подписано несколько мастерских которые рассказывают примерный то есть задача уловить деталь которая вот который у меня конкретно не получается из огромного количества информации приходится выделять то что нужно и собственно говоря так получилось что сейчас уже собственная технология разрабатывается стоп собственные инструменты потому что какие-то инструменты мне не устраивают мне хочется другого вида получить изделие мне хочется какую-то другую огранку сделать и так далее так что уже самостоятельно все это дело происходит и обучается общее количество работ я думаю в районе 25 28 это не точно что-то для себя делал потому что надо поэтому это даже в расчет не берут но вот из списка которую кому отправлять для кого делать примерно там 25 строк был последний раз в основном заказывали вот такие вот кошельки для назвать crew воли да с разделами разными разделами для купюр но я уже рассказывал чтобы возить разную валюту не вместе раздельно и ремни хорошо заказывают у меня хорошие ремни есть заказывают на день рождения парням даже девушкам заказывают но я стараюсь позиционировать что у меня делу я сделаю изделие только для авиаторов в частности пилотов бортпроводников и в основном только для мужчин потому что во первых это все я дизайнер и для девушек сложно очень все это дело угадать с материалами с видом поэтому только для парней брутально четко скромно просто вот так один пилот заказал я горит хочу чтобы ты сделал подвод музыку который мне нравится вау прикольная идея поставил музыку сделал другое изделие получилось по факту по дизайну одно и то же но к это душа и на мне очень понравилось такой опыт и потом еще предлагал если мне не нравится я скажу ну я даже делать не буду это это не я не на хлеб себе зарабатываю я делаю для души для своей и для вот человека если мне совсем не нравится и скажу нет ну я позволяю выбрать цвет кожи у меня различные материалы если потом покажу нити кожа не сочетаются то конечно нет я не позволю их выбрать и фурнитура по фурнитуре часто либо кнопка либо магнит все есть какая-то как какой-то разбег у заказчика но не сильно большой это мне нравится свое маленькое дело которое я сам все хозяин делаю что хочу в казахстане мало чего особенно в вообще кожевиное дело плохо развито в алмате может быть и можно найти но часто это не удовлетворительного качества много заказываю с интернета спасибо доставки то что есть у нас в казахстане из производителей ну я сейчас ними на контакте мне не удовлетворяет качество и мне не нравится само оформление материала и на ощупь какое оно потому что кошельки это то что мы трогаем каждый день если если говорить о там сумках каких-то тогда ну может быть да у нас совсем маленькая однокомнатная квартира и мы когда туда заехали там был стол а нас еще со старой квартиры еще стол остался мы решили его с собой забрать остался стол большой что делать со столом я его забираю себе на балкон потому что негде больше арендовать помещение это лишние деньги тратить и давай-ка я попробую его во первых удобно будет стол на балконе если не нагрели не для кожи то вообще в принципе я его обрезал по кускам и ввел в вот в пространство балкона очень хорошо очень плотно встал о давай старой коробке из-под планшетов айпадов разрезал теперь это мои полочки теперь давай еще что думать гипсокартон пумс 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 к нему на степлер и еще что-то прикрепил так со временем обрастало все это снималось опять переставлялась переставлялась но сейчас оптимально все находится на том уровне и на том месте и на той на том расстоянии которые которые нужно во время работы это опять же политика философия airbus а у airbus все все панели управления и кнопки в зависимости от того насколько они требуют к тебе своего внимания и как часто пилот до них дотрагивается чем ближе и чем важнее кнопка или лампочка она будет прямо перед лицом стоять или здесь где-то рядом а чем не чем менее важен тем дальше располагаться так такой же принцип у меня здесь однозначно это днем потому что там надо иногда стучать у нас есть законы да у нас есть законы которые нельзя нарушать и плюс днем освещение естественное у меня из окна идет это лучше для глаз потому что пилотов очень строгая медкомиссия нельзя подвергать зрение вот такой нагрузки чрезмерной вообще концерт был такой что со временем там через год год уже прошел но ничего не получилось особо что через год перейти на производство такое найти людей которые этим будут заниматься и сделать стопроцентно казахстанский бренд бумага казахстанская нити казахстанские уже пока инструменты зарубежные в основном россия и китай а вот хотелось что-то казахстанское сделать чтобы потом на коробке было написано ну переработаны у нас естественно бумага переработанная бумага переработанная материалы все казахстанские и и шкуры тоже казахстанские сейчас сделаю документацию и моя девушка сейчас она занимается юридическими вопросами как это все зарегистрировать как чтобы это все легально было налоги там все все как положено потом производство куда-нибудь может быть уровень кустаная принести во первых это будет помощь региону и во-вторых это мой родной город рассуждал вообще есть какая-то связь между этим и тем делом однозначно да есть вот когда я делаю изделие из кожи нужно быть очень сосредоточен потому что можно накосячить за 2 секунды в авиации то же самое нужно все все мониторе все держать в голове и и лишнее отбрасывать это очень хорошее качество когда делаешь что-то какой-то кошелек нельзя думать о том что у тебя там надо лампочку поменять дома или там где-то там вынести мусор что-то бытовое какое-то или есть какие-то проблемы нельзя их тащить на работу в кабину это абсолютно запрещено в голове должно быть только вот авиация сел полетел